Одна из самых красивых и дать День Святого Валентина отмечают сегодня во всем мире. В Якутске городской дворец бракосочетания подготовил особый праздник для влюбленных, решивших именно в этот день подать заявление о вступлении в брак. Сюжет Галины Погодаевой. Быть может, самые главные в жизни слова сегодня, в День Святого Валентина, произнесли семь влюбленных пар. Ниргуяна и Прокопия одна из них. Новоиспеченные супруги планируют прожить вместе до глубокой старости и родить по меньшей мере четверых детей. На создание крепких семейных отношений, по их мнению, влияет прежде всего взаимоуважение. Понимание, любовь, понимание друг друга, уважение друг к другу и поддержка в любой ситуации. Схожим отношением в построении гармоничной семьи руководствуется и другая молодая пара. Наталья и Николай встречаются уже 8 лет. Однако официально зарегистрировать отношения решили сейчас. И праздничный день оказался как нельзя кстати. Именно сегодня мы подали заявление в ЗАГС. И состоится у нас отрожественное событие 17 числа в пятницу. Сегодня день влюбленных, поэтому захотели именно сегодня подать. Многое, у меня много воспоминаний с этим днем, как мы начали встречаться, как мы дарили друг другу подарки. Символично и то, что день Святого Валентина стал, можно сказать, и профессиональным праздником сотрудников ЗАГСа. Ведь практически ежедневно они связывают с семейными узами влюбленные сердца молодожил. Мы видим, насколько серьезно настроена пара. И это уже сразу чувствуется то, как они смотрят друг на друга, как они обмениваются даже кольцами. Даже в этом, казалось бы, очень коротком действии, да, обмен обручальными кольцами. Там сразу видно, вот это вот видно, видна любовь их, их отношения друг к другу. Десять лет – это много или мало? Для семьи Соловьевых это не срок. Екатерина и Геннадий в этом году отмечают розовую свадьбу. Супруги воспитывают двоих детей. В течение всей семейной жизни они стараются поддерживать друг друга и двигаться в одном направлении. Во-первых, это понимание, доверие, главное. И, как сегодня говорили, надо смотреть в одну сторону. С целью должны быть общие, стремление и задачи тоже должны быть общие. Мне так кажется. Любимый во многих странах праздник предположительно назван по имени одного из раннехристианских мучеников – Валентина Интерамского или Валентина Римского. Отмечать его стали еще в 17 веке. В Россию же праздник пришел в 90-е годы. Он стал популярен в основном среди молодежи. Согласно статистике, самый романтический день в году в России отмечают более 80% юношей и девушек. Галина Погодаева, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.